Я лечу, скорость растет, 70 ставлю, задираю, ну вот, нагло, ап, ну, оп, о, это уже было, он меня уже наказал. То есть два раза больше нагрузили, и ничего не сломалось. Разгоняется пилот ни разу. Вот это попер, смелый очень пилот. Посмотрите, какое чудо, это Пайпер. Должно быть весело. Друзья, сегодня предстоит интереснейший полет, потому что я хочу слетать на этом планере. Сейчас дует так хороший ветерочек, можно набрать больше 300 метров, метров 350, и попробую его на малых скоростях, как он себя ведет. То есть штопорить я, конечно, не буду, но там какое-нибудь сваливание, посмотрите, как он на 40 качается. Сейчас посмотрим, должно быть весело. Крайне важным, друзья, является предполетный осмотр планера, на котором, допустим, замечено, видите, что этот ролик, направляющий для тросика, он сломан. Кто-то залазил вчера неаккуратно, и бум, и сломал. Вторая проблема сегодняшняя, это вот, видите, некоторые особо махающие руками товарищи взяли и в пылу, в жару, показывая, как надо летать на этом планере, немножечко повредили приемник воздушного давления. Сейчас тоже что-то с этим нужно сделать. Венос в гневе, в легком, но внимательно осматривает планер. У нас нет парашюта на этом планере. Ну, хотя написано в документах, в летных книжках, что на нем так вот под шумок и штопорили, и петли крутили. Он очень крепкий, сделан очень грамотно. Достаточно большое количество вот этой досовой части зашито фанерой, то есть получается такой кессон мощный, хороший лонжерон. Сзади, видите, по центроплану, на верхней поверхности по центроплану фанера доходит до задней кромки. Вот, как вы видите, очень хорошая поверхность. Снизу не так, снизу только вот отсюда начинается, отсюда уже начинается перкаль. Но все равно вот этот вот нос, лобик, вот этот подкос, все это, вот, это очень крепкая штука. И смелость, опять же, моя берется оттуда, что я знаю и видел результаты прочностных испытаний этого планера. Как проводят статические испытания крыла планера, например? Кладут его определенным образом, и вот ту расчетную нагрузку, которую он должен выдержать, это, как вы помните, перегрузка, там коэффициенты запаса, ля-ля-ля-ля, дают на крыло мешками с песком. И оно должно выдержать, не должно быть при этом никаких деформаций. А дальше, при желании, например, можно сделать разрушающий вариант. И тогда начинают грузить, 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 пока крыло не делает бах-бах-бах. Так вот, на Жегасе это было 200% от расчетной, то есть два раза больше нагрузили, и ничего не сломалось. Томас напрямой. Попробуем его немножечко подловить поближе. О-о-о! Вот он, красавчик! Эк-эк-эк-эк! Эк-эк-эк! Знаете, очень точно приземлился. Вот что значит профессионал! Чуть выкатился. Эк-эк-эк-эк! Ну, красота какая! Ю-ху! Но! Просто кайф! Босиком по небесам? Похоже? Босиком по небесам. Да? Выбросил прошутистов. Великолепная эта уже машина. Простой такой оружейный. А ведь Антону, как говорили, ты что? Биплан делать после войны? Глупость вселенская. А ведь какой хороший самолет сделали, а? Летит наш Бенос над лесом. Улыбка сияет в душе. Я сейчас стихами заговорю, друзья. Ой, уже уверенный. Такое развородище, такое ух! А планер, кстати, хорошо с кольжением нормально заходит. Но здесь, мне кажется, как раз идеально оттачивать заход именно расчетом, когда ты в правильном месте делаешь разворотики какие-то. Как он внесется? О! И уехал. Коснулся-то он правильно, но уехал дальше. Хулиган. Ну, как вы видите, друзья, это фактически получается такой круг. Взлет, коробочка классическая и заход на посадку. И в этом весь интерес рассчитать, поманеврировать. То есть начальные полеты, пока вы будете учиться на этом аппарате, они будут просто восхитительные. Оп! Ну, попадет ли сам конструктор? Не попал. Чуть-чуть и доехал. Ну, как? Не знаю, что я там наговорил. Ну, что-нибудь наговорил. Ой, друзья. Ну, мы в любом случае всегда Бенесу будем говорить спасибо за то, что вообще такую штуку... Он сделал этот планер, этот единственный на планете планер Бру-9. Таких больше нету. То есть он, это пример, по сравнению с этим, какой уникальный человек. Он владелец одного планера, единственного планера на планете Земля. Таких больше нет. Ну, и мало того, он знает, как этот планер сделать. Он сделал на него чертежи. То есть это не просто работа взять, сделать один планер. Это сделать огромную работу по поиску материалов, сравнению, исправлению ошибок. Потому что на чертежах, которые встречались, было куча нестыковок. Такое часто бывает. Вот всю эту гигантскую работу Бенес проделал. И в результате мы имеем в своем распоряжении вот такое чудо. То, на чем летают босиком по небесам. Браво! Я слишком большой для этого планера. Вот пилот, который... Ну, слушай, скажи, пожалуйста, основное, что я хотел сказать. По прочности он выдерживает нас, таких кабанов, как мы? Да, да. То есть там запас... Я потому что вижу, что центроплат зашит. Друзья, мы летаем без парашютов. Как вы видите, да, здесь планер был изначально не рассчитан на парашют. А у нас в музее хранятся еще старые локбуки. Ну, книжки, летные книжки, или как это называйте. Где можно найти такие записи, как петля, штопор, переворот. И это все было здесь на высоте, там, 300 метров. А затягивали с лебедками или... Да, с лебедками. И крутили петли, перевороты... Да, да, да. Ну, это нелегально, конечно. Ну, понятно. А пилот, который сейчас сидит в планере, никогда не летал на Бру-9. Оп, оп. Разгоняется этот пилот ни разу. Ух, тушь, как-то сон. Ну, сразу. Вот этот попер, смелый очень пилот. Жахнул так жахнул. Наблюдаем очередную посадку на точность. Пилот взлетел, конечно, не очень хорошо. Задрал угол на взлете прям так. Он только что пенос его в нашем общении ругал, говорит. Хулиган, двоечник. Ну, сейчас заходит. Мне кажется, избыточная, конечно, самоуверенность при полетах на таких планерах в первый раз тоже не нужна. Вообще, лебедка... На лебедке не нужно драть сразу угол. Конечно, и разгоняться до космической скорости не нужно, но везде нужен компромисс. Планер этот тем прекрасен, что он создавался для возможности парить в слабых потоках, дюнах, над берегами рек. У Брониса-Ашкиниса была идея сделать довольно универсальный планерочек. На нем можно учить. Конечно, для обучения он слишком, наверное, веселый. То есть он может слишком много, чтобы на нем первый раз стрелять из рогатки. Но хотя он это все может. Он просто чуть более сложный, чем следующий планер БРО-11. Планер вот этот в 1952 году был придуман. Было сделано несколько экземпляров. Один начал производиться серийно на заводе в Симферополе. Но в 1954 году Дузафф решил, что планер БРО-11 лучше и надо делать его. Чем он был лучше? Он был существенно проще. Наш веселенький кузнечик, он намного лучше БРО-11. Летит лучше. У него качество выше. Этот планер реально летает. Если Брошка, при всем уважении к ней, это летающий топор. БРО-11 он даже не создавался как планер для полетов каких-то выше там 10-15 метров. Это планер был для подлетов. А это, почему я его полюбил, этот планер, то потому что это просто красота. Это хулиган, это анархист, это летун. На нем Бена спарил под облаками и ходил маршруты. Это вот маленькая штучка весом в 100 килограмм или сможет очень много. Оп, вот на колесико раз и покатился. Видите, не докатился. Опять двойка. Друзья, посмотрите, какая красавица. Такой замечательный самолет. Во. Летит Джогас на посадку, а я тут вокруг ношусь. Красоту снимаю. О, огонь. И у меня просят автограф, друзья, до чего я дожил. Я бы такой самолет, за такой потрогой такой самолет уже бы автограф брал. Посмотрите, какое чудо. Это Пайпер деревянный самолетик, который полностью был собран человеком у себя дома. То есть он выпилил двери на кухню или как-то еще там. Ну, короче, в общем, модифицировал свою квартиру так, что этот планер деревянный он собрал у себя в квартире. Ну, в принципе, видите, он достаточно компактный. Не на кухню. Мастерская маленькая. Ну, на кухне я не передел. А. Удалось собрать самолет самому. Прекрасно просто. Я преклоняюсь перед такими людьми, которыми говорят, хочу самолет. Берут свою квартиру. Переделывают так, чтобы взять и собрать. И летать. Кто говорит, что летать невозможно, летать сложно. Вот он. Кабиночка такая, один за другим. Ну, так все красивенько. Вот так все деревянненько. Зашибись. Обожаю. Класс. Беннад сказал, что на кухне. А я, видите, как наивный верю. А вот Беннад взлетает, кстати. Вау. Это сам, кто собрал йогас и полетел. Эй-гей-гей-гей-гей. Вообще, обожаю Литву. Я называю ее летающей республикой. Здесь все делают самолеты, что-то еще делают. Катаются на мотоциклах. Живут счастливой, замечательной, свободной жизнью. Я обожаю приезжать сюда в гости. И привозить иногда хорошую погоду, такую, как сейчас. Он на меня, я на него. Он на меня, я на него. Вместе мы друг на дружку. Скользит, смотрите, как красиво. Оп. И вот так вот. Раз. И... Перелет небольшой. Чуточку перелетел. Капельку совсем небольшую. И сейчас моя очередь, друзья, лететь. Представляете? Ветер 20 метров в час. На высоте, наверное, чуть больше. Должны затянуться хорошо. Высотомер на нуле. Все приборы как положено. Вот уже тросик натягивается. Ну что, погнали. Как на ракете. Эй-гей-гей-гей-гей-гей. Я лечу. Скорость растет. В 70 метров ставлю. И на 70 километров в час. Очень мягенько фигачу вверх. Прям очень мне нравится, как летит он. Поднимаемся. Высота 100. Скорость растет. Немножечко увеличиваю тангаж. 150. Скорость растет. Чуть опять тангаж увеличил. 75 держу сейчас. Ощущай, ощутимо, ощутимо, ощущается ветерок. 200 километров, 200 метров, 220. Скорость растет уже 80. Вот как раз мощность подвесимая одна, а ветер сильный. Ну и сейчас начинает тяга уменьшаться. Уменьшаться, я чувствую все. Отцепляюсь. Отцепляюсь. Так, ну что, левым кругом. Оп. Мастер. Еще медленнее. Страшно, конечно, без парашюта сваливания делать. А он нос опускает, друзья. Ну а динамическое сваливание. Задираю его. Сильнее падает. Скорость падает, 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 падает. Оп. Да, более энергичный. Ну смотрите, вот с этой стороны, как это видно. Задираю. Ну вот, нагло. Оп. Ну, оп. О. Это уже было. Он меня уже наказал, сказал. Чувак, не наглей. Еще медленнее. Страшно, конечно, без парашюта сваливания делать. А он нос опускает, друзья. Ну а динамическое сваливание. Задираю его. Сильнее падает. Скорость падает, 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 падает. Оп. Да, более энергичный. Ну смотрите, вот с этой стороны, как это видно. Задираю. Ну вот, нагло. Оп. Ну, оп. О. Это уже было. Он меня уже наказал, сказал. Чувак, не наглей. Классно. Ну, по центроплану происходит срыв потока. Никакой тенденции там к какому-нибудь закручиванию. Это самая самая конструктивная особенность планера. У него крутка присутствует, аэродинамическая. Минус 3 градусов на консоли. Поэтому никаких проблем. Ну, кайф. 60 км в час. Мне мой коллега посоветовал попробовать попарить. Говорит, что настолько классно дует ветер, что работает край холма. Возможно. Я уже привык. То есть вы видите, что восторг у меня есть, но уже не такой яркий, что прямо аж аггей. То есть я радуюсь, но из меня уже эта радость не лезет. Плюс я еще был сосредоточен. Я же взлетал на малых скоростях на учебном планере. Классно. Реагирует абсолютно прогрессивно. Прекрасно. Я думаю, что невозможно на нем ничего такого сделать. Ну, понятно, что если вы нагло задерете угол прямо у земли, можно, конечно, бам-бам-бам и немножко чего-нибудь сломать. Но вы же не будете ручку трать, как я, находясь там в 30 метрах от планеты. А так он просто спарашютирует. Сейчас вот я на 65 км в час летаю. Он как на параплане. Оп. Поэнергичный разворотик. Да, действительно, кромочка леса держит. Я представляю, как на этом планере классно летать на этом самом. На склончике было бы какого-нибудь... в какой-нибудь небольшой горочке. Ну, посмотрим, приземлюсь ли я прямо в ворота. Я, конечно, пытаюсь. Но вроде как попадаю. Небольшой... Ой-ой-ой. Передрал ручку. Небольшой перелетик. Надо было все-таки чуть точнее. Вчера я приземлился прямо в ворота. Сейчас позор. На 50 метров перекатился. Придерживает даже. Вот эта кромочка леса, наверное, срезает чуть-чуть потоки. И... Замечательнейшим образом меня придерживает. Так, надо же еще попытаться приземлиться поточнее. Нельзя позориться, друзья. Боёка! Где-то люди снизу машут. Ну, как-то я, на мой взгляд, высоковато. Но зато какое лихое маневрирование можно устраивать. Ну, посмотрим. Целюсь в ворота. Но надо еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще лететь, еще. Еще, 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 еще. А касание... Слушайте, ну, касание как в перину, к бабушке в перину. Ой. Ну, ну, ну! Тормозов-то нет. Ха-ха-ха! Ха! Мастерство не пропьешь! Мне аплодируют, друзья мои, друзья. Стоп, стоп, стоп! Отсюда! Браво! Ой, счастье! Почему мне нравится на этой штуке летать? А тут эхо есть. Эх! Эх! Ух! Может, даже вы слышите. Ух-ху! Скажет, вот дурак. Твой псевдоиспытательный полет закончен. Но я попробовал, действительно, позадирал его. Очень похоже ведет себя свифт. То есть свифт также опускает нос. Летающее крыло, на котором я учился недавно летать. И в случае, когда пилот наглеет и просто ставит тангаж, ну, то есть, так называемый, можно просто потерять скорость в горизонте, а можно задрать тангаж, чтобы он вот потерял прямо на наборе. И тогда свифт также делает тюнь. Вот так оно тюнь разгоняется. Это тоже самое. Это прям вот реально летающий свифт. Классный планер. Ой, я счастлив. Друзья, я сейчас еще должен успеть сегодня на воздушном шаре дунуть. Может быть, получится. Как из этого планера выбираются? Ну, как вот так, аккуратненько. Тут нужно правильно наступить. Наступить нужно не на ролик, который вчера сломали. Вот. Крыло обтянуто миллиметровой фанерой, поэтому тоже его драть не нужно. Ну, вот так потихонечку раз. Оп. 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 И все. Экей-экей-экей! Погода бомба! Контент огонь. Земля, прощай! В добрый путь! Косули. Да, да. Догнать! Экей-экей-экей! Вот здесь живет утка, друзья. Смотрите, как рыба может видна какая-нибудь. Моле, они. Мужественный экипаж воздухоплавателей готовился к посадке. Неумолимо приближалась. Оп. Ой. Мне тоже сегодня сказали, что, Волков, ты куда не приедешь, светится хорошая погода, улыбки, настроение. Так и потому, что канал у нас позитивный, мечта летать, и мы будем все делать для того, чтобы радоваться жизни и радовать вас. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Видите, я аж сиплю от восторга, голос сорвал. Спасибо. Экей-экей! До свидания. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...